Всем привет! Сегодня мы с вами посетим столицу Узбекистана, город Ташкент. Мы летели узбекскими авиалиниями в Ташкент. Самолет большой, новый и очень понравился. Кормили вкусно. Вот такой номер у нас был в Ташкенте. Отель называется Прага Отель. Находится недалеко от центра Ташкента. У отеля своя собственная терраса и ресторан на верхнем этаже. С выходом на улицу, с видом на город. Тут же проходили наши завтраки, которые были включены в стоимость номера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также в холле-отеле можно поесть такие вкусняшки, орешки, воду. Все это бесплатно. Потом мы поехали гулять. Мы посетили ансамбль «Созрасти имам». Именно тут хранится самый древний оригинал Корана Османа. Написан Коран на шкуре оленя в середине 7 века. Снимать внутри нельзя, но так он выглядит. Фото взятое из интернета. Площадь Хазарати имам с архитектурным комплексом выглядит по-восточному атмосферно. Ансамбль состоит из соборной мечети Хазарати имам, мазолея Хазарати имама и других мечетей и медресе. Медресе – это мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней и общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии. Здесь мы находимся во внутреннем дворике этого комплекса. Как можно видеть, тут рынок и продают сувениры, картины, тарелки, посуду, одежду и другое, сделанное своими руками. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас можно слышать призыв всех мусульман на молитву. Все мужчины собираются к мечети Хазарати имам на молитву. Многие размещаются на ковриках на улице. Все мужчины. Женщинам запрещено посещение мечети, молятся одни мужчины, а женщины молятся дома. Вот так выглядит учебное медресе. За некоторую оплату можно попасть внутрь, посмотреть вид с балкона на учебный дворик. Тут очень красиво, уютно, приятно. Немного расскажу о Ташкенте. Ташкент – это столица Узбекистана. История Ташкента уходит в глубину веков на более чем 2200 лет. Первые упоминания о городе относятся ко II веку до н.э. А современное название узбекской столицы впервые появилось в документах 10-12 веков. Ташкент, благодаря своему удачному географическому положению, является одним из главнейших пунктов Великого Шелкового Пути. И поэтому длительное время оставался местом оживленной торговли. Этот город любил великий правитель Средней Азии Амир Тимур или Тамерлан. Легендарный полководец и завоеватель. Тут очень много различных достопримечательностей. Мечети, медресеи, музеи, парки и многое-многое другое. Валюта страны – узбекский сумм. А сейчас через восточный рынок, как видите, продается абсолютно все. А показана тут очень-очень маленькая его часть. Мы зайдем в метро на станцию Чурсу. Заходим в метро Ташкента. Станция Чурсу получила свое название в честь базара Чурсу. Одного из самых больших в Центральной Азии. Метро здесь развито достаточно. Ходят хорошие поезда. Станции тут с восточным колоритом и интересные. Ташкентский метрополитен – это первый метрополитен Центральной Азии. Строительство началось в 1968 году. Первая линия была запущена в 1977 году. Сейчас мы на станции Алишера-Наваи. Названа станцией по проспекту Наваи, под которым расположен. Мы сделали переход на станцию метро Пахтакор. Пахтакор в переводе – хлопкороб. Станция названа в честь хлопкоробов Узбекистана. Узбекистан всегда являлся одним из лидеров хлопководствия. Вышли мы на станцию Мустоколи в Майдоне. Пущена в эксплуатацию станция с 6 ноября 1977 года в составе первого участка. До 1 ноября 1991 года станция называлась площадь имени Владимира Ильича Ленина. Сейчас посетим Центр плова в Ташкенте. В каждом городе Узбекистана свой рецепт плова, который везде по вкусу отличался, но везде очень-очень вкусный. В Ташкенте плов подается с долмой, яйцами, кусочками конской колбасы, много баранин. А это Ташкентская телебашня. Находится рядом с центром плова. Ее высота 375 метров. Это самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. И второе по высоте строение в Центральной Азии. Далее мы прогулялись по улочкам Ташкента. Хочется отметить, что передвигаться по городу можно как на общественном транспорте, пешком, так и на такси. Действует наше приложение Яндекс.Гоу. По прилету в аэропорту можно сразу купить местную симку и подключить себе интернет. Это очень удобно всегда под рукой интернет, карты, такси и мессенджеры. Посмотрите, как ярко светится отель Хилтон 5 звезд Ташкента. Даже можно видеть в цветах влага Узбекистана. Отель расположен удачно в 10 минутах от метро, в 7 километрах от аэропорта и в 5 километрах от железнодорожного вокзала. Такси здесь очень дешевые. Практически везде цена на русские деньги порядка 100 рублей за поездку. Все потому, что такси ездит на метане, а метан очень дешевый. Гуляя дальше, увидели интересный парк с такими зелеными скульптурами в форме живота. Приятное место. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну и завершающей точкой нашего маршрута стал парк Magic City. Парк отдыха и развлечений. Тут и магазины, кафе, рестораны, аттракционы, можно гулять, фонтаны и танцующие фонтаны под музыку. В общем, море развлечений на любой вкус. Все ярко подсвечено, приятно и здорово тут гулять. Вот и добраясь мы до танцующих фонтанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Magic City – проект, не имеющий аналогов Центральной Азии в центре Таштента. Самая большая территория волшебства и развлечений для всей семьи, где точно не будет скучно ни взрослым, ни детям. Лучки парка выполнены в архитектурных стилях мировых городов. Вы сможете побывать в Париже, Барселоне, Лондоне, Берлине и других городах. Территория парка 21 стар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди же новые выпуски из Узбекистана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА